Что объединило юных спикеров из нескольких районов края? Кто победил в главном интеллектуальном состязании Славянска-на-Кубани? Об этом и не только в нашей традиционной рубрике Телетайп новостей. В минувшую пятницу в городском доме культуры прошел открытый Славянский районный фестиваль молодежной лиги КВН. В нем приняли участие 8 команд из нескольких уголков края. Славянска-на-Кубани, Анапа, Тимошевска и Темрюка. Участники успешно справились с конкурсами приветствия от корки до корки разминкой. В итоге победу одержала команда «Караул» из Темрюка. Второе место разделили три команды – «Случайные люди» КубГУ, «Черным по белому» из Тимошевска и «16+,» также из филиала Кубанского государственного университета. Представители интеллектуальной элиты из восьми районов края собрались на первом этапе открытого чемпионата высшей и юношеской лиг по игре «Что, где, когда». В Славянск-на-Кубани приехали умники и умницы из Крымского, Тимошевского, Приморско-Ахтарского, Абинского и других районов. В итоге лучшими в юношеской лиге стали славянцы – команда первого лицея. Итоги интеллектуальной борьбы в высшей лиге – бронза у команды «Мегаполис» из КубГУ. На втором месте также славянцы – команда «Ледниковый период». Победа у гостей из Тимошевского района. На минувшей неделе в нашем городе прошел региональный турнир по парламентским дебатам. Участие в нем приняли 18 команд из учебных учреждений в Славянск-на-Кубани, а также из Тюмлюка, Абинска, Станицы-Полтавской. Здесь сейчас проходит турнир. Он ознаменован к Дню народного единства. Основные темы его касаются объединению народов и политической ситуации сейчас в мире. Мы обсуждаем эти моменты с представителями всех учебных заведений нашего района. Будет финал, будут выбраны лучшие спикеры турнира, также будет выбрана команда, которая победила в турнире, и далее она, скорее всего, пойдет по возрастающей на финал и на краевой. Спикеры показали высокую подготовку и знание дела. Организаторы тоже были на высоте, сумев превратить мероприятие в нечто большее, чем просто игра. Участники окунулись в атмосферу дебатов, культурного спора, и каждый из них понял, что умение правильно, культурно, а главное – конструктивно построить речь – это настоящее искусство. Победителем турнира стала команда из Калининского района. Управление по делам молодежи администрации Славянского района, комплексный молодежный центр «Континент» совместно с Центральной межпоселенческой библиотекой провели молодежный квест «Мы едины» в рамках празднования Дня народного единства. Победителями общественной акции стали команды филиала КубГУ «Славянский на Кубани» и школа номер 5. Команда называется «Держава». Они получили кубки, а все остальные участники – грамоты.